здравствуйте меня зовут юля вы находитесь на моем канале о вязании обо всем что с этим связано с вязанием и не только сегодняшнем видео хочу поделиться с вами вот таким красивым великолепным узором практически 3d узор узором этим я связала себе жакет вот уже обработала горловину осталось пришить кнопочки оставшиеся весь весь у меня жакет связан этим узором вот исключаем прорезь кармана здесь еще не расшила вот таким образом благодаря этому узора если вы им вяжете у вас не сворачивается не скручивается полотно я связала буквально вот до самого края низ жакета тоже им самого начала выполнен не нужно ничего менять просто сразу вязать этим узором узор вафелька он односторонний с изнаночной стороны вот такие протяжки узор в ширину имеет две петли в высоту 4 ряда вяжется невероятно просто ничего сложного и давайте не затягивая узнаем как же его связать так как ширина рапорта этого узора равна двум петлям нам необходимо набрать четное количество петель кратное двум значит таким образом у нас будет одинаковое количество рапортов и не будет обрезана в конце рапорта недовыполненного так набрали четное количество петель здесь меня для броса 26 петелек и сразу после набора начинаем выполнять первые петли нашего узора первую кромочную снимаем она нас первая петля и последние участвуют в узоре следующую петлю это мы сейчас выполняем первый ряд нашего узора следующую петлю провязываем лицевая петля после одной лицевой следующую петлю снимаем не провязывая нить пропускаем за работой рапорт выполнен снова лицевая следующую снимаем не за работой лицевая не за работой лицевая нить за работой лицевая нить за работой это невероятно легко вязать никаких сложностей не представляет главное здесь не сбиться я сейчас разговариваю поэтому немножко тяжело вяжем до конца провязав лицевую сторону последняя наша петля была перед кромочной снятая нить за работой разворачиваемся на изнаночную сторону вязание нас плоская не круговое первую кромочную петлю снимаем и вот эту петлю которую мы сняли мы снова должны снять только теперь уже нить держим перед работой то есть всегда мы нить протягиваем с изнаночной стороны работы кромочную сняли после кромочного следует петля который необходимо снять и после этой петли нам нужно связать следующую петлю лицевой чтобы с лицевой стороны работы она стала изнаночной снова вот снята петля как подсказка вам будет вот это протяжка мы снова снимаем нить держим перед работой следующая петля мы и вяжем лицевой снимаем петельку следующая петля лицевая снимаем лицевая все раппорт 2 петли так до конца ряда провязываем последнюю лицевой кромочную сняли переходим на лицевую сторону выполняем два последних ряда нашего рапорта кромочную снимаем и сейчас мы провяжем все петли лицевыми ничего не будем снимать здесь главное смотрите внимательно когда вы переснимаете вот эту петлю провязать ее таким образом чтобы она не оказалась у вас скрещенной просто все петли провязываем лицевыми провязали ряд разворачиваемся на изнаночную сторону изнаночную сторону вяжем по рисунку то есть вяжем изнаночными петельками закончили ряд и закончили раппорт вот такой легкий теперь еще раз я повторяю раппорт чуть быстрее кромочную снимаем следующую за ней провязываем лицевой петлей потом петлю снимаем не за работой лицевая снимаем не за работой лицевая снимаем не за работой кромочная разворачиваемся снимаем кромочную петельку которую снимали снова снимаем только нить перед работой дальше лицевая снимаем нить перед работой лицевая снимаем нить перед работой лицевая провязали кромочную разворачиваемся на лицевую сторону и последние два ряда раппорта первый ряд все петли лицевые разворачиваемся на изнаночную сторону все петли вяжем по рисунку все петли изнаночные довязали ряд 2 раппорт снова готов и таким образом повторяю вот эти четыре ряда на и простейшем и получим великолепный красивый рисунок сейчас я провяжу своей ниточкой какую-то часть и покажу что мне получилось из темной нитки мы посмотрим светлые и темный вариант этого узора вот я связала образец если сравнивать например по плотности вязания и по количеству рядов которые тратятся на каждый сантиметр вашего изделия то здесь конечно рядов нужно связать больше чем если бы вы вязали лицевой глади потому что вот эти вытянуты петли они подтягивают всю рядность и из-за этого нас появляется вот эти и ступеньки то есть это есть подтянутый вот так вот вертикальной ряды и вот такой получается рисунок я скажу что я вязала это у меня остаток лан агата супер софт в этой нитке 50 грамм 125 метров и я вязала спицами три с половиной и вот такой получается узор то есть в принципе для плотности хорошо если вы будете вязать чуть свободнее то и свободнее то есть значит выбирать все более крупные спицы номер 4 5 и выше для такой толщины нитки то ваш узор вот этот рельеф он немножко потеряется он не будет такой рельефный такой объемный то есть его он станет более плавный не такой структурный вот так я скажу еще я чуть-чуть отпарил этот образец чтобы здесь он так хорошо смотрелся конечно мне чуть-чуть подкручивался но после отпаривания все он уже никуда не денется и слегка нажимала утюгом режим пара и все буквально пару раз одной стороны пару раз другой стороны и сейчас я сравню со светлым образцом вот светлый образец связывал нитками кварца гранды это шнур в нем 50 граммах 100 метров нитки вязала я на спицах полу пять с половиной 5 или пять с половиной можно вот сравнить ну понятно здесь толще спиц толще нитка и вот такая идет разница в масштабе рисунка соответственно если вы выбираете покрупнее нить потолще берите крупнее спицы у вас будет он еще более рельефный да здесь у нас такая мелкая вафелька и вот такая крупная вафелька подписывайтесь на мой канал желаю вам удачи в ваших вязальных проектах в вашем творчестве и до новых встреч пока пока